всем привет приветствую вас на своем канале любителей second hand с вами я и на сегодня будет обзор из двух магазинов дисконт на донецкой последний день завоза и эконом класс который на слабожанского 11 это шестой день завоза первый же мой образ один из самых любимых это сегодня вообще много удачных образов буду скажу сразу сверху у меня блуза от бренда ликом т очень качественный бренд люблю когда встречаю его стопроцентный шелку этой блузы она ее можно носить и под заправку и можно носить не заправляя сзади ее завязывать на поясочек можно такой вшитый поясочек посмотрите на мои шорты и сама сделала себе обрезала дней своих широких джинс потому что у меня их многовато стало сделала сама защипы прошила и сбоку под собрала и в итоге получились у меня актуальные джинсы юбка джин юбка шорты давно себе хотела такие сделать это я вам показываю пояс который тоже нашла в секунде с мехом пони он кожаный посмотрите как он шикарно и дорого смотрится одна только маленькая точка вот я вам показываю где меха нету в остальных местах все отлично так пояс вообще новый вот на пряжке написано что это натуральная кожа пряжка такая добротная какие чудесные вещи можно найти в последний день завоз ты уже сразу примерила на свой на свои шорты чтобы вам было понятно как выглядит очень необычно и кстати впервые встречаю подобный пояс такими вставками из меха или что это за мех в общем похоже как на какой-то или мех кролика может какой-то стриженной покрашенный в общем я не знаю но выглядит пояс очень дорого презентабельно конечно его заберу так теперь покажу вам блузку поближе она с подплечниками красивыми перламутровыми пуговицами и вот так она выглядит если ее не заправлять не сильно затянула правда потому что я мерила под заправку можно сделать свободнее тогда это будет выглядеть как обычная рубашка очень хороший качественный шелки опять же черная не везет на черный шелк очень часто попадается и в хорошем состоянии чудеса с шортами смотрится просто супер так показываю вам жакеты я же как обычно без жакетов не могу не показать вам качественный жакет в данном случае жакеты стопроцентной шерсти брендовый размер конечно не мой очень редко попадаются жакеты на меня поэтому в основном все они большие к моим сожалению с красивыми пуговицами всегда какие-то они гигантские они френды судя по всему это немецкий дизайнер состояние у пиджака идеальное размер не указано думаю это где-то 46 или 50 еще одна чудная находка в последний день это пиджак из кашемира это тоже не такой большой как предыдущий но все равно большой думаю это 44 46 где-то размер и здесь такой крой 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 более все таки мужской не знаю к сожалению на мне он увы и ах не сидит как нужно слишком оверсайз на оверсайз даже для меня брать на продажу не вижу смысла потому что уже брала кашемировые пиджаки что-то как-то не пошло дело поэтому я не буду брать может кто-то еще оценит эту роскошь никому не пригождается ну что ж очень мне понравилась дубленочка сразу глаза мои на не остановились мех такой похожий на натуральный сверху очень похожа на на замшу но это все таки я думаю не замша что-то под замшу как-то вот не совсем но так вот если смотреть в кажется как будто замшевая дубленочка она очень теплая тяжелая очень тяжелая на мне зависело 48 гривен то есть это почти два килограмма поэтому я вначале думала ее взять но потом передумала носить на себе такую тяжесть как-то все-таки мне не очень захотелось не хватает одной пуговицы в остальном в принципе неплохо неплохо она польская ну потому что написано там в общем сейчас я вам буду показывать на этикетке там написан где на место где в этих дубленках я так понимаю ходили или их там изготовляли или какая-то может у них униформа такая в общем я не знаю любильские заклады какие-то любильские заклады в общем то ли так по принято было ходить там то ли я не знаю может кто-нибудь в теме но вообще выглядит стильно на наше даже время подобные вещи можно было бы ее обыграть и носить но я все-таки решила что не буду брать далее мне попались такие классные брюки широкие келоты или даже палацу наверное больше их можно назвать в общем они плессированные по составу вискоза с полиэстером есть такие струящиеся очень комфортно в них и смотрится классно с этой блузой вообще как какой-то комплект то ли платье то ли костюм в общем она так сочетается между собой удачно я прям невольно залюбовалась и конечно же я себе такие возьму подобных брюк у меня нет брюки я ношу больше чем юбки платья поэтому я считаю удачная здесь я уже их примерила вместе с моим шелковым жакетом смотрится вообще супер овый и сумка ярким акцентом получается дополняет весь этот темный образ black в общем такой ярко смотрится в итоге образы я считаю удачным далее более дерзкий образ джемпер от точнее даже свитшот от донна карен коллаборации с ник но мне не понравились рукава не тут с дырками то ли это специально то ли нет в общем непонятно и такие обтрепанные края манжетов возможно так было задумано но мне такая вздумка не по душе не мой не мой стиль в общем если это так задумано было может просто кто-то так обыграл не знаю так вообще конечно вещь неплохая брючки я все ищу себе брючки защипами идеальные ну пока вот как видите увы и ах не нахожу попались светлые но они очень большие хотя состав здесь прикольным где силен составе и хлопок и полиэстер такой тройной состав для лета неплохи ну будем искать как говорится а свитшот кстати без утеплителя такой на двунитку далее я примерила платье из вискоза твоя house само по себе но на мне не очень смотрится а вот кардиганчик который сверху мне понравился больше он из стопроцентной шерсти мериноса абсолютно не колючий с красивым взором такими как вензелями стильно завязывается такой получается укороченный вариант как раз очень удобно допустим одел под низ какую-то водолазочку или джемперочек укороченный и сверху кардиганчик и тепло и уютно и такой стильный образ сразу получается бренд называется лана так вот просто лана никакой информации не нашла про этот бренд сейчас я вам платье покажу поближе мне не понравилось чисто вискоза в облипон как-то она смотрится специфично хотя полосы здесь красивые на платье они так вытягивают немножко силуэт так сейчас вам показываю одну из драгоценнейших находок за последнее время почему во первых платье в моем стиле такой стиль сафари мне сразу на глаз упала по составу здесь лены хлопок но потом я глянула на бирочку мальчики и девочки и это знаете что это валентина линейка red я в шоке просто была вот что что валентина мне еще не попадалось я мечтала найти кстати оригинал от этого бренда и что классно совпало все стиль платья его силуэт размер качество крой в общем цветом безумно мне идет я просто настроение взлетела с этой находочкой что вам еще могу сказать довольно безумно так еще мне заинтересовал очень свитера это индивидуальный пошив пытались я так понимаю сделать такой актуальный свитер с застежкой на до горлышко все бы неплохо но во первых этот вырез низковат я бы его повыше сделала как-то не нравится что там другая другой тип вязки во вторых там в районе горло по бокам видно что просел как-то или неправильно стирали или неправильно связали видите такие вот как не знаю как это даже назвать с ткани общем что-то произошло здесь даже не пойму в чем дефект неправильная вязка или дефект при стирке а так вообще свитер конечно очень красиво так здоровски греет и цвета я очень люблю зеленые все цвета но как-то все таки мне этот ворот не понравился так покажу вам еще интересные сумочки необычные впервые встречаю подобные секунде да и вообще в принципе они как из вяленой шерсти валеной вяленой господи валеной шерсти я видимо проголодалась так вот они выглядят внутри очень необычные сумочки я скажу даже не знаю камни из них больше нравится одна по форме багета другая такая вот как подхозяйственную сумочку что ли прикольно наверное каких-то вот более холодных аутфитов бы смотрелось можно было бы в поиграться какими-то ботиночками с мехом допустим и это бы смотрелось здорово а может даже наоборот вообще полностью без меха все одеться и только сумочка была бы такой акцентной но летом как-то я думаю все таки не очень тему одевать кто-то видимо это сам пошил что нет никаких этикеточек так теперь покажу вам еще интересную находку это обувь давно вам не показывала это что-то аля кроксов таких вот тоже с шерстью войлоком релакс 39 размер я сейчас вообще скупаю везде кроксов где нахожу уже несколько пар нашла себе и биркенштоки точнее потому что мне прописали сейчас ортопедическую обувь так как проблема с пальцем там из-за плоскостопия появилась и я сейчас дома себе все обувь поменяла и много обуви уже там маме по отдавала то подружкам общем раздаю что-то продаю вот как-то так сейчас полностью меняя формат своей обуви говорится после тридцати уже совершенно другая обувь начинает начинаешь ценить другую обувь всякие а-ля бабушкины босоножки сандали биркенштоки кроксы с правильной стелькой в общем видно это качественный немецкий бренд там написано и вообще так они в идеале скорее всего особо и не носили судя по подошве не стоптанные а это вам еще кроссы не показывала как-то нашла в одном из видео не с ним вам не показала это nike со стелькой кстати ортопедической 39 размер и они не кожаные что мне очень понравилось сейчас с них не вылажу ну собственно говоря на этом за мои находочки в этом магазине закончились и сейчас переходим следующий магазинчик там будет еще более интересно скажу сразу так что не прощаемся так и снова всем привет обожаю светлые примерочные в нашем экономе совершенно по-другому все вещи смотрятся от освещения очень многое зависит сейчас вам покажу очень одну интересную находку и так тадададададам посмотрите все на это прекраснейшее винтажное пальто я честно говоря не пойму но скорее всего что мех натуральный насколько я чем чем от мехи я него не сильно но похоже что мех натуральный искала по подкладу может было бы написано но так про мех ничего не сказано есть какой именно мех но пальто сила идеально а знаете чего это пальто это пальто от ральф лорен конечно но висит в люксе но я бы наверное взяла бы в люксе если бы она шло по весу люкса но вы и ах на эту на это пальто фиксированная цена 4200 гривен поэтому я свое желание проглотила и решила хотя бы вам показать это пальто и порадовать вас потому что не показать такую роскошь просто невозможно настолько оно шикарное еще и в размере моем было бы не так обидно если бы размер мне не подошел но я как когда его увидела еще в первый день завоза думаю стопудово аж мой размер будет по закону подлости думаю так и так и окажется вот я пришла на шестой день думала что здесь на вес будет но нет цена тут кусается на цена на пальто просто кусается так опять есть продолжаем поиски брюк за щипами зашла в мужской отдел потому что в основном там как раз их и можно найти ну вот почти попала но где-то на полтора размера бы поменьше что самое интересное по длине сели хорошо но вот по посадке вверху конечно полный провал эти брючки из шерсти цвет такой богатый шоколадный как раз себе хотела найти каких-то шоколадных оттенков именно брюки подобные или светлые но только не черные черные как-то мне не очень хотелось бы здесь даже если под пояс подогнать все равно будут велики там и объем ножичек должен быть другой совсем поэтому нет так ну и собственно говоря показываю вам идеальные для меня брюки за щипами есть таки нашла и примеряя их вместе с рубашкой шикарной винтажной рубашкой такой нарядной видите не знаю как концертная вообще да видно что она такая винтажная но мне она так понравилось тоже смотри с этими брюками смотрится конечно улётно и с кроссами просто не знаю для меня этот образ один из лучших за последнее время так это я еще пояс затянула на самую последнюю дырочку если одеть другой пояс можно их еще брючки повыше поднять брючки это мужские мужском отделе бренд barton menswear 32 там по объему идет это при том что я сейчас похудела и вешу 52 килограмма уже почти вот рубашки бренд fonds аль явно какой-то винтажный немецкий бренд написано что очень качественный хлопок на вороте еще там читала но очень такая интересная рубашка таких подобных я не встречала а может быть и вот этот бренд сил кот супер файн лонг стейпл котон вот и какой-то супер качественный хлопок судя по всему так а на этом я уже буду прощаться с вами по всем походам мы закончили сейчас будет еще немножко болталка если вам интересно поболтать о жизни то не прощаюсь тогда остаемся с вами на продолжении решила сделать такую небольшую вставочку это мы идем домой с сыночком забрала его из частного детского садика блин частного детского садика который все дороже и дороже 230 гривен за три часа я уже понимаю что я сама бы пошла работать воспитателем в садик да кто меня возьмет без опыта работы хотя я такая же с детками бы смогла а ну сыночек называй машины это дача это возле белл б белл целая угу что у тебя и пути на нас ага а это это надо угу это это весь такой деловой идет себе домой а вот собственно и я уставшая но счастливая куча интересных находок. В то же время грустновато мне, конечно, что сыну на днях скоро уже будет 4 года, а я не могу искать себе никакую работу. Бухгалтером я бы уже не хотела выходить, потому что это не моё, я всё-таки творческая личность. Думала попробовать бы себя в чём-то другом, но опускаются руки, просто даже искать что-то, потому что везде одна и та же проблема. С ребёнком никуда. Так, а это мы пришли домой и немножко покушали мои запеканочки. Я, кстати, мастер по запеканкам, сразу скажу. Готовлю безглютеновые, потому что что сыну, что мне, глютен нельзя. Это с рисовой мукой, с бананом, и с вишней, и с творогом. Такая вот запеканочка. Вкусно, неимоверно. Лучше любого чизкейка. Сэн тянется за добавкой, я ему уже не разрешаю, потому что уже съел два кусочка. Я, конечно, всё понимаю, но... Так, и напоследок хотела вам показать ещё скатерть, которую я тоже нашла сегодня в секунде. Посмотрите на эту роскошь. Она полностью вышитая. Я подобных не встречала. Мне попадались с вышивкой, но там с пятнами, с разными дефектами. Это она идеальная. Просто... Слушай, как человек какой-то старался, вот этот узор делал. И она в итоге оказалась в секунде в каком-то куче хлама, в котором я случайно её заметила. Глазом моим... Вот, посмотрите, края какие. Боже, какой это труд. Я бы такое в жизни не сделала. Будет теперь украшать мой стол на кухне. Как раз по размеру. Мне так понравилось оно вообще. Ну, а теперь буду с вами прощаться уже. Официально. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь тоже своими разными интересными событиями в комментариях. Ставьте свои лайки. И заходите ко мне в магазинчик. Этим вы мне очень поможете. На этом всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok